Здравствуйте, с вами администратор сайта iScientist.ru Сегодня я купил компонент Эвой кабель для iPhone, iPod Touch, который может выводить картинку с iPhone или iPod на экран телевизора Этот кабель обошелся мне всего в 499 рублей так как сейчас связной пытается продать все непроданные товары, которые были завезены в этом году Итак, я уже заранее подключил iPhone к телевизору Но вы видите то, что Springboard не хочет показываться Для этого в CD есть программа ScreenSplitter которую мы сейчас и запустим Вы видите, на экране телевизора появляется картинка Вы видите Springboard Сейчас я вам продемонстрирую Safari Итак, здесь была открыта моя страница ВКонтакте Также программа поддерживает Landscape режим Сейчас я зайду на наш форум Форум грузится Итак, вот он наш новый форум Forum.iscientist.ru Вы видите, как все на телевизоре крупно И как все это мелко на iPhone Сравните В разы на телевизоре больше картинка Итак Вернемся в обычный режим И в главное меню Сейчас я вам продемонстрирую iPod Итак, запускаем iPod Сейчас я включу какую-нибудь Любую песню Из всех моих Песен Вы видите То, что включилась Песня Которую Мы переключим Итак Перед нами Обычный интерфейс iPod Все очень хорошо работает И удобно Кроме того Опять же Есть поддержка Landscape режима И прокрутки по альбому И так Вот он Вот такой iPod Сейчас продемонстрирую вам Любой видеоролик С YouTube Вы видите То, что картинка На телевизоре Чуть-чуть Подтормаживает Проблема в том То, что программа Не совершенно идеальна И выводит Картинку на телевизор С некоторым Подтормаживанием Итак Через поиск Сейчас Который происходит Выберем любое Мною снятое Видео Например iPhone Тесками Ди-клаба Который был загружен Несколько дней назад Итак Сейчас идет На iPhone Загрузка фильма Сейчас я буду с вами Говорить о новых технологиях Конкретно я хочу с вами Поговорить Итак Как вы видите На iPhone Горит Значок YouTube А на телевизоре Выводится картинка Управление Видео Также Производится С iPhone Давайте прокрутим Чуть-чуть Видео Вперед Итак Возвращаемся В меню iPhone И выходим Главное меню Вы наверное Понимаете То что можно Также Воспроизводить Игры На телевизор Сейчас Я запущу Какую-нибудь Программку И посмотрим Как она будет работать Выберем Конвертер Так вы видите Он запускается И работает на телевизоре Выбираем Величины Совершенно любые И пишем Сколько Переводится Все переводится Отлично Сейчас Запустим Какую-нибудь Игру Только перед этим Очистим Оперативную память Вы видите Оперативная память У меня закончилась И программа Splint Screter Закрылась Запустим ее Заново Итак Картинка Снова На телевизоре Это Еще один Минус Вот этой Программы Но на Айфоне 3GS Больше Оперативной Памяти Поэтому Глюков Не должно Возникать Итак Давайте Запустим Программу Сейчас Выберем Fling Игрушку Которая Не так давно Била Все рекорды В OPP Store Итак Начнем Нас Приветствует Задача Этой Игры Выбить Всех Человечков С поля Даже Не Человечков А пушистых Шариков Давайте Посмотрим Вы видите То что Не удается Остался Один Шарик Мы прошли Уровень Итак Начнем В игру Итак Самые Простые Уровни Все Идеально Как Вы Видите Все Отлично Работает Все Очень Удобно Легко Понятно Давайте Еще Разок Вернемся На наш Сайт А я Пока Подведу Итог В итоге Хочу сказать То что Этот кабель Очень удобен Единственным Минусом Правда Является Подтормаживание Картинки Но Если У вас Нет Джейлбрейка То Вы Можете Совершенно Спокойно Запускать Фильмы Из Айпода И Смотреть Их На Большом Экране Все Будет Работать Даже Без Джейлбрейка Итак Вот Наша Мобильная Версия Сайта Итак Все Видите Как Отображается Сейчас Мы Проголосуем Вы Видите То что Уже 41 Человек Проголосовал На этом Я Хочу Закончить Наш Обзор Где Скачать И более Подробную Информацию О приложении Читайте На нашем Сайте И форуме iScientist.ru До скорых встреч